Песни, танцы, яркие костюмы. Воспитанники Филимонковского детского дома подготовились к встрече. Дети вели себя непосредственно. Здесь не было чинов и званий. Почему бы не обняться при знакомстве с главой района? Сладкие угощения, которые привезли с собой гости, стали для ребят большой радостью. Олег Хромов впервые приехал в Филимонковский детский дом. Сотрудники провели его по корпусу, где ребята живут и учатся. Свежий ремонт, уютная кухня, домашняя обстановка, сенсорная комната. На этом построена работа с ребятами, многие из которых имеют довольно сложные диагнозы. И все же в учебных классах выставки работ сделаны их руками. Профессиональная фотовыставка, где ребята позируют в костюмах, спортивные награды, кубки и грамоты. А вот соляная комната, где проводят лечебные процедуры. А еще удивительные фотоотчеты о поездке на Килиманджаро. Да еще много куда. К примеру, сейчас ребята вернулись из Италии. А вот комната, которую раскрасили своими руками ребята вместе с великим американским целителем Адамсом. По чатам, он уже такой, сколько ему, лет 70, наверное, ему 70 лет уже. Он такой, дядька. И он ездит по всему миру с огромной командой. У него волонтеров со всех стран мира. Он собирает эту команду, и они ездят. Приезжали к нам. Стоит отметить, что здесь ведется большая работа по социальной адаптации детей и подростков. В этом году наши дети закончили первый курс колледжа строительного. По специальности 10 человек маляр у нас обучались и 5 человек настолеров. Это придало им, во-первых, уверенности в себе. Они бывают в детском коллективе вне детского дома, общаются. И вот результат. Ребятам, которые получили профессию маляр, среди них есть и девочки, доверили отремонтировать несколько комнат в их доме. Света теперь может считать себя профессионалом. Ведь как привести в порядок любое помещение, она знает. И умеет. Шпатлевали, шкурили, грунтовали, стеклообои клеили. И потом только начали красить. А вот класс, где ребята работают на компьютерах, занимаются музыкой и английским языком. Олег Хромов также зашел в группу к самым маленьким. В детский дом попадают ребята с 5 лет. А вот еще повод удивиться. Работа из глины, сделанная также воспитанниками. Смотрите, такие у нас всякие типа шкатулочки есть. Шкатулки, кружки, тарелки, да еще много чего самодельного. Все увиденное может только поражать. Уделяется столько внимания вообще, чтобы эта жизнь была. Это хочу сказать, что действительно образец для подражания, чтобы все такие были детские дома не только в Московской области, но и вообще во всей России. Такие... Это действительно гордость вот наша. Олег Хромов был рад знакомству. Он отметил, что гордится тем, что эти дети наши. Здесь учатся, растут, живут очень особенные дети. Дети с непростой судьбой. У многих непростые диагнозы медицинские. И, конечно, вот история этих детей подтверждает, что они очень многое могут. В заключении общий фото на память. Ну а глава района обещал сюда еще приехать. А ребята попросили привезти его в гости знаменитого Вячеслава Фетисова. О чем мы договорились. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ.